Добрый день! Добрый день, я Любовь Акелина, рада всем телезрителям телеканала «Союз», всем, кто смотрит программу «Таинство Церкви». Сегодня с особой радостью я говорю вам о том, что мы продолжаем беседы с архимандритом Мельхиседеком, настоятелем Покровского храма в Ясеневе и подворья знаменитой Оптиной пустыни, храма Петра и Павла, тоже в Ясеневе. Батюшка, добрый день! Добрый день, Любовь Сергеевна, добрый день, дорогие телезрители, братья и сестры! Вы знаете, батюшка, радость моя безмерна потому, что очень много ко мне подходило прихожан из разных храмов, в том числе и священники, и сетовали на то, что в программе «Таинство Церкви» давно не было отца Мельхиседека. Очень им нравятся ваши программы, ваши беседы, но я как могла объясняла эту ситуацию. Хочется в это верить. Да, ну, батюшка, что же мне тут обманывают-то и вас, и телезрителей? Они это могут сами подтвердить. И объясняла, что ситуация, ну, вы сами об этом говорили, что были проблемы со здоровьем, но теперь я очень рада, что вы с нами. Я думаю, что молилось за вас очень много, ваших почитателей и прихожан. Мы об этом все благодарим, дорогие братьев и сестер, за молитвы, после которых, ну, здоровье, так сказать, слава Богу. Поправляется мы сегодня вместе с вами в этой студии. О чем мы с вами будем говорить сегодня на радость телезрителей? Это может быть не столько на радость, сколько радость в перспективе, потому что когда разрешается ситуация, когда разрешается конфликт, когда разрешается история, когда люди мирятся, когда проходят ссоры, вот тогда это, так сказать, и есть настоящая радость, настоящее духовное удовлетворение внутри души человека. И когда мы сегодня с вами готовились к этой встрече, тема начала была одна, но потом я вдруг неожиданно оказался участником некоторых событий, которые меня подвигнули к тому, чтобы вместе с вами, посоветовавшись с вами, как бы здесь вместе разобрать эту ситуацию, решить такой вопрос, или попытаться решить такой вопрос. Я вдруг оказался свидетелем, когда прихожане, когда сотрудники, верующие люди, много лет проработавшие в храме, вдруг одна группа сотрудников сделала замечание по поводу, так сказать, профессиональной деятельности другой группе сотрудников, и вдруг замечания были, так сказать, совершенно прокасающиеся профессионального исполнения своих обязанностей, и, так сказать, какие-то совершенно незначительные поправки, ну, можно сказать, пожелания. И вдруг та сторона, которой были сделаны замечания, сделаны пожелания, вдруг неожиданно обиделась, разозлилась, начали выяснять отношения, и в эти отношения втянули и меня, что люди между собой, так сказать, выяснили отношения, а виноватым оказался я. Я начал мирить стороны, и оказалось, что одна сторона ни в какую не слышала другую, не соглашалась с замечаниями совершенно объективными, и я про себя подумал. Столько лет в храме, столько лет я духовником, столько лет, так сказать, люди смотрят телеканал «Союз», слышат проповеди, ходят периодически на исповедь, и при малейшем искушении, когда дело коснулось самолюбия, дело коснулось гордости, вдруг это оказалось непреодолимым препятствием. И я, так сказать, впал в такое уныние, что я думал, что люди, так сказать, растут, люди как-то, так сказать, со своими страстями борются, слышат, воспринимают все это на духовный лад, все это откладывают в своем уме, сердце, что как-то идет внутренняя работа, а оказалось на поверку десятилетиями в храме, а как будто люди только что пришли с рынка. И я здесь, так сказать, был в большом недоумении, ну как так, среди нас, пихожан, среди нас и христиан, вдруг какие-то мелочи, разборки, недоумения, какие-то конфликты, почему не хватает? Любви, смирения, снисходительности, доброжелательности, понятности, терпения, в конце концов, принятие на свой счет, вот, да, даже если это вещи были не объективные, не объективные, но все равно хотя бы, ну 10% есть, есть, хорошо, значит, я приму к сведению, для чего, чтобы потом исправиться, и я про себя подумал. А ведь вот из этих мелочей, из этих вот отношений, из этих слов, из этих взаимоотношений, вообще складывается вся жизнь, в семье, на работе, в храме, в алтаре, в думе, в обществе, в армии, вот, все из этих, так сказать, слов, из этих отношений, потому что мы всю жизнь, внутри каких-то отношений, всю жизнь, мы же не отшельники, так сказать, и, кстати, если человек со своими страстями, он и там, и там, и в уединении принесет эту суету, не суету, вернее, эту злость и эту болезнь. Внутри себя вы имеете? Внутри себя, но мне как раз вспомнил все случаи, один подвижник, думал, жил среди братьев, вот, с одним конфликт, с другим конфликт, вот, так сказать, где-то с этим, и думал, слушай, что-то они все надоели, они, наверное, такие плохие, на меня плохо действуют, вот они меня заводят, как мы говорим, заводят, да, вот, из себя выводят, а если бы их не было, если бы их не было, то меня никто бы не выводил, так сказать, я был бы в саму спокойствии, вот так он подумал, бес ему внушил, себя загнал, так сказать, в пустыню, живет в домике, вот, хибарку построил, иконочка, свечки, вот, богослужение, которое сам может, так сказать, это, псалтирь, молитвасток, ну, в общем, внутри жизнь, да, ну, и потом однажды сел, сел ужин, так сказать, это, как он, и каким должен, подсвечник, у него так завалился, свеча на подсвечнике завалился, потому что ногу перевесило, он ее раз поправил, она опять завалилась, два поправил, а на третий раз, на третий раз схватил этот глиняную подставку, и зашвырнул ее об стену, и швырнул ее об стену, что вот она, значит, его раздражала, что она в третий раз заваливается, и когда он разбил ее об стену, разбил об стену, в этот момент пришел в себя, что ни люди, ни обстоятельства, ни настоятель, ни наместник, ни жена, ни дети, ни бабушка, ни дедушка, так сказать, у нас это, все внутри нас, вся проблема внутри нас самих, я все время говорю, единственный человек, которого мы можем исправить, это мы сами, бесполезно кого-то исправлять, бесполезно кого-то учить, уразумлять, переделывать, мы можем переделать, и обязаны переделать, только самих себя, а тот, кто пытается переделать всех, или хотя бы даже, так сказать, кто-то рядом с ним, не переделывая при этом себя, и не понимая, насколько это тяжело даже себя самого перевести в порядок, вот даже простой вопрос, Не выходить из себя. Вот попробовать, так сказать. Настолько так оказывается на поверхности. Оказывается не так просто. И поэтому у меня вопрос. Вот вы, так сказать, сталкивались с женским коллективом, так сказать. Потому что сама, так сказать, уже уважаемая женщина. Вот как у нас, вот у мужчин, вот из-за мелочей, из-за мелочей, то есть из-за слов, взгляда, так сказать, вот такого нету. Каких-то додумок. Вот я все время пример такой привожу. Значит, говорят, вот, батюшка, а что случилось? А что? А я чем-то вас обидела? Да вроде нет. А я, может быть, неправильно что-то сделала? Да нет. А что случилось-то? А вы когда шли, я сказала, я протянул руки и сказал, батюшка, благословите. А вот так вот благословили, так сказать, и молча прошли. И даже не улыбнулись. А что-то случилось? Я говорю, нет, просто я говорю, ну, у меня тут одно... В мыслях. Да, в мыслях ничего нет. У меня просто то одно настояние, то другое. Когда-то улыбнулся, когда-то сказал, когда-то спросил, когда-то молча это как и прошел. Так вот, среди мужчин, например, алтарников, представьте эту ситуацию, чтобы кто-нибудь у меня переспросил с алтарников, так, или мужчины между собой. Поздравляю, привет, 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 как дела, нормально, и мимо прошел. Да ничего страшного. Он на это не обратит внимания. В следующий раз, как дела, развернутый разговор, почему? Ну, сейчас есть настояние, есть, так сказать, эта возможность, есть какие-то обстоятельства. Женщина из мелочей начинает додумывать. Вот молча сказал, вот не улыбнулся, значит, за этим что-то стоит. Я про себя подумал, так сказать, вот на самом деле, вот настолько на мелочах построенная тонкая женская натура, что из мелочей готова сделать... Вот, кстати, есть такое ворожение интересное. Современная женщина или православная христианка, она не будет повторять чужих ошибок. Она не будет повторять чужих ошибок. Она обязательно натворит своих. Но это не только батюшка православная христианка. Это вообще свойственное любимое. Но мы сейчас говорим о православном, что мы-то должны быть примером. Мы сами должны показывать внутри себя, не то что показывать кому-то, а пытаться об этом так жить. И у отцов есть такое понятие, такой алгоритм, такой образ жизни, и он называется, они назвали этот образ жизни, назвали трезвением. Когда человек следит за своими мыслями, за своими словами и за своими поступками, соответствуют они христианскому образу жизни, Евангелию, так сказать, хотя бы иногда, даже просто человеческим отношениям, это соответствует или нет. И когда человек в этом внимании живет, тогда, так сказать, уже начинается быть осторожным. Осторожным в мыслях, осторожным в словах, осторожным в поступках. Кстати, дам один замечательный совет нашим телезрителям. Перед чем подумать плохо, перед чем подумать плохо, подумайте хорошо. И это очень важно, подумать сначала хорошо. Как Ставис Пестя говорил, надо включать добрый помысл, попытаться ситуацию оправдать по отношению к другим, но не оправдывать по отношению к себе. По отношению к другим мы должны быть адвокатами, а по отношению к себе должны быть прокурорами. Вот это чрезвычайно важно. И поэтому человек, даже есть русская постройка, почему у нас два уха и один язык? Чтобы больше слышали и меньше говорили. Потому что ты не слышишь, ты не слышишь, ты не поймешь. Когда ты начинаешь говорить, ты не услышишь других людей, которые тебе пытаются что-то объяснить, пытаются тебе что-то доказать в этой конфликтной ситуации. Когда ты больше говоришь, чем слушаешь, тогда ты ничего не поймешь. И объективности не услышишь, не увидишь. И поэтому апостол Павел, наверное, русская пословица, она вслед за апостолом Павлом была, который говорил, что всякий христианин пусть будет скор на слышание, медлен на слова, медлен на гнев. Потому что гнев не творит правды Божией. Почему ты вышел из себя? Потому что ты, так сказать, не включил добрые помыслы и не включил монету, и вовремя не погасил эту ситуацию. Потому что пожар гасится водой, конфликт гасится любовью, вниманием, хотя бы терпением, или, если нет терпения, хотя бы молчаливостью. Потому что один из наших уважаемых протеереев однажды говорил, слово не воробей, поймают и вылетишь. Вылетит, вылетит, поймаешь. Вылетит, поймают. Поймают, нет, нет, слово не воробей, поймают и вылетишь. Слово не воробей, поймают и вылетишь. Это говорил протеерятие Артемий Владимиров. На самом деле так. Поэтому чрезвычайно надо быть внимательными. И еще, я так подумал, вот эта ситуация, которая была, люди очень много друг друга наговорили. В сердцах. Мы не можем избежать конфликтных ситуаций, мы в них будем постоянно. Знаете ли, Льва Сергеевна, чем отличается умный человек от мудрого? Чем же? Умный от мудрого. Умный найдет выход из любой истории. Найдет выход из любой истории. А мудрый в эту историю не влипнет. Очень мудро. А знаете еще, где сглаживаются острые углы? Где? Где сглаживаются острые углы? Острые углы решаются и сглаживаются острые углы. За круглым столом. За чашкой чая. Потом, как решать эту ситуацию? Это может я немножко перескакиваю. Вот как потом мирить? А мирить потом очень важно, очень важно, очень важно. Не распускать язык. Когда пришла эта ситуация, когда возник конфликт, очень важно потом дальше не распускать язык. Почему? А потому что у нас у всех есть некоторый такой душевный блютус. Есть такое, между нами, сообщение. Скажи от человека хорошо, так? То, что знают двое, то, что знают двое, знают все. Поэтому разведчики ничего никому не говорят. А еще один раз пришел в одну организацию, к секретарю. Это была первая еще наша знаменитая первая образцовая типография, которая очень много добра сделала для оптина Пустыни. Мы впервые издали «Житие святых» Дмитрия Ростовского в 90-м, 91-м и 2-м годах. 50-тысячным тиражом. Представляете? Сейчас таких тиражей даже нет. 50-тысячным тиражом. Я у секретаря увидел надпись. Ничего не вижу, ничего не слышу, ничего никому не скажу. Обезьянки индивидуальные. Обезьянки. То, что знают двое, знают все. Поэтому, если в разговоре о нем сказали, так сказать, об этой ситуации, но сказали, да, я вот, так сказать, может быть, это был неправ, так сказать, и плохого о нем не сказали, обязательно, обязательно, через десятую руку до него дойдет, что он, что ты, я сожалею. А если, а если в эту ситуацию влипли, в конфликт, так сказать, вошли, и начали, с ним молчим, а его обсуждаем, и о нем говорим, так сказать, это все, что думаем, обязательно все это дойдет. То есть хотим помириться, а сами языком молотим. Никакого, никакой перемирия не будет. Лесичник говорит, трапеза любви угошает конфликт, угошает ссору, трапеза любви. Вот я, как говорю, за круглым столом. То есть и, говорит, и подарки, но подарки могут быть и словесные. То есть вот подари ему, подари ему доброе слово. Но вот не охота, но вот не заслуживает он этого. Но что сделаешь, что не заслуживает? Что для тебя важнее, справедливость или мир? Что для тебя важнее, справедливость или мир? Мы все время ищем справедливости. Мы все время ищем справедливости. Подождите. Но если бы по отношению к нам все время нас судить и к нам все время относиться справедливо, нам бы самим мало не показалось. Мы же все время ходим с нисходительностью, хотим понимания, милосердия. А милосердие – это несправедливость. И понимание – это несправедливость. Ну что понимать, так сказать. Ты грубиян, ты плохо поступаешь, а тебя обязаны понимать. Что это такое? Это дело любви, это дело снисхождения, дело доброжелательности по отношению к тебе. Но и ты-то старайся то же самое, так скажем, быть взаимным. У меня все время, я, наверное, до конца жизни буду помнить моего любимого друга, покойного Игумена Никона, который похоронен в Симферополе. Есть такое местечко, Гресс, похоронен за храмом. И он на проповеди часто повторял и говорил такую очень простую, но я думаю, что это чрезвычайно важная вещь. Он говорил, любовь, любовь должна быть взаимной. Мы почему-то думаем, что все должны любить нас. И забываем, что то же самое должны мы делать по отношению к другим людям. Она должна быть взаимной. Так вот, возвращаясь к вам, что же все-таки помогает, так сказать, в женском коллективе, так сказать, или как с ними себя вести, чтобы вот эта конфликтность, она была наименьшая. А если она произошла, что помогает все-таки наладить отношения, поменяться, потому что я понял, кстати, я понял, что вот логика и аргументы в отношении женщин, они не работают. – Батюшка, вы несправедливая женщина. – Я потом покаюсь. Вот больше все-таки на эмоциях. Вот посоветуйте, так сказать, и нашим телезрительницам, так сказать, не впадать в комплект сложно. Выйти из конфликта, выйти из ссоры. Вот как вы думаете, так сказать? – Вы боеваете, Батюшка, дело в том, что я уже давно ведь не работаю в женском коллективе, потому что все ученые группы, кроме гримера, у меня только гример, женщина. – А сейчас сюда все снимают ребята, да. – Все мужчины. Но вы знаете, вопрос, конечно, интересный. Я недавно вернулась из Углича. Кстати, вот хочу о Свиче продолжить. Это интересный такой исторический факт. Мы снимали фильм о Свято-Воскресенской мужской обители. Ну, естественно, это Углич. Но знаете, интересная же история, когда наказали колокол. Помните, да, Батюшка доказывал свечу, он ее бросил. А вот этот набатный колокол, который известел об убийстве царевича Димитрий и поднял на бунт, кстати, мужчин, там мужчины в основном были, поднял на бунт, его же потом высекли, ему отрезали уши и отправили в ссылку. И его потом через очень большое количество времени вернули обратно в Углич, сняли с него наказание. То есть таких примеров, когда люди выплескивают свое негодование на неодушевленных предметах, на дому, конечно, очень много. Ну, а возвращаясь... Да, естественно, у меня же есть и подруги, и есть коллеги, с которыми мы соприкасаемся. Вы знаете, женщины, наверное, в большей степени эмоциональны, чем мужчины. Вот почему такое происходит. Конечно, просто структура такая женская, и удержать себя вне обеда бывает тяжело. Но вот что делать? Что делать? Что делать? Вы знаете, я очень часто хожу на исповедь к одному игумену в свой приходский храм, а он такой же, конечно, старенький, он с Афона, он, в общем-то, на Афоне в основном служит, но вот приезжает часто тут лечиться. Я когда к нему хожу, он все время повторяет абсолютно всем, вы знаете, вот одну и ту же фразу, одну и ту же. Говорит, самое главное, ни на кого не обижайся. Так, а но если обиделся, обиделся и себе мозги, и себе мозги, то есть еще засорил. То есть ты не только обиделся, а ты еще под эту подвел базу. И вот печально, печально, что вот эта база продолжает работать, и темно, если продолжает работать, когда уже сердце, когда уже сердце готово бы склониться к перемирию, а вот эти, так сказать, идеи самому себе внушенные, меня обошли, не поставили, да они такие, так сказать, пошло поеду. Ну, здесь, батюшка, но здесь ведь гордыня, которая свойственна не только женщинам, она свойственная мужчинам, понимаете? У меня тоже иногда, так сказать, бывает, да, когда, да, ну а как там, иногда что-то там сделают в работе, а я говорю, извините, вот у меня там 300 фильмов за моим плечами, я говорю, это все, а вы что тут, вы тут, кто тут такой, мне тут замечание делает, понимаете? Ну, а как, да, конечно, конечно, то есть, понимаете, какие-то... Ну, сказать спасибо большое, я не догадалась сразу. Внешние успехи человека, внешние, а потом, конечно, думаешь, да что ж такое-то, ну, тут, что же вот, ну да, там, 300 фильмов, да, лурят, но... А вдруг из 10 советов-то с... Да, ну, бывает, глаз замылиться, что-то такое, конечно, все это бывает, и человек вовсе не из-за того, чтобы тебя унизить, дает тебе тот или иной совет, а для того, чтобы сделать лучше, и, конечно... Как ему кажется, наверное. Конечно, и главное, ни на кого не обижать. Я иногда думаю, да что ж такое, батюшка, вы все время не обижаете, не обижаете, не обижаете, неужели это самое главное? А действительно, вы правдите, Смельхиседек, когда человек начинает обижаться, он внутри себя поедает. Все, он и строение из-за этого... Да, он поедает самого себя. Помните, помните, Исаак Сирен, вы, по-моему, тоже приводили эти его слова, он говорит, что ты вводи в свою внутреннюю клеть, и ты узришь, что твоя клеть равна клете небесной. То есть внутри человек все-таки сотворен, как клеть небесная. И вот если мы, конечно, об этом будем помнить, что клеть небесная внутри, наверное, мы не будем выпускать клеть земную. Потому что все эти наши обиды, это, конечно... А женщинам надо, да, потому что так как эмоциональное состояние женщина, оно действительно выше... Нестабильное. Да, но чем мужское, поэтому я и думаю... Ну, вы знаете, вот с другой стороны... Ильусин, вот как вы миритесь? Вот как вы... Вы знаете, я уже, батюшка, давно не ссорюсь. Ну, похвально, похвально. Нет, правда. Ну, вспомните, ну, вспомните. Ну, вот как себя уговаривали. Ведь надо же кому-то... Ну, вы знаете, ну, для начала я просто вспоминала, что я христианка. Это самое главное, да. Понимаете? И потом... Совершенно верно, да. Действительно, я... Что не гоже, да. Ну, не гоже, не гоже. Я вспоминала, что я христианка, и христианину надо первым, это отнюдь идти первым, идти мириться, извиняться, если ты действительно не права. И главное, то, что Алексей Ильич Осипов в своих лекциях повторяет, самое главное, начало спасения – это понимание, что ты грешен больше других. Да. Понимаете, вот когда начинаем, очень хочется иногда человека осудить, я думаю, что, господи, помилуй, а сколько у тебя-то грехов, чего ж ты лезешь отслужить человека по поводу его грехов, ну, когда у тебя своих хватает. Давайте все-таки разбираться со своими грехами. Конечно. Вот это женщинам очень важно помнить, имею в виду их состояние, вот такое, эмоционально-заводное. Женщины очень, заводятся очень быстро, сами себя заводят, да? Мужчины тоже, конечно, такие батюшка попадаются. Ну-ка, ну, конечно, так сказать. Но у женщин есть свойства еще и заводиться. Знаете, вот когда вы раскалили, они наверняка сами себя заводили еще, да, подслуживали. Ох, сейчас я тут на отмышь, и все. Мы должны помнить, что мы христиане. Конечно, свет миру. Иначе в стране нашей, когда не прибавится народу в храмах. Мне кажется, вот это главный фундамент вообще везде. Начиная с семьи, работа, приход, алтарь, как я уже говорил, начиная с этого. Кто-то сказал, большая конфликтность, она из-за маленькой духовности. Незаполненность души, человек не занят, не занят своим больным человеком. То есть, ну, ты себя, ты сам больной человек, ты сам грешник, так сказать. Когда вдруг вот эта возникла ситуация, ты же понимаешь, что я должен сам решить свою проблему, ну, ты себя. Мне только ее показали, как ножик. Разрезал яблоко, а яблоко с червяком. Но не ножик виноват, что там червяк, так сказать. Ножик только эту ситуацию обнаружил. Поэтому, когда человек будет идти путем покаяния, он, вот эту всю конфликтную ситуацию, будет проходить наименьшим, с наименьшими потерями. Когда нос задан высоко, когда большое себе мнение, вот тогда очень легко, так сказать. И вот я, говорит, раним, а что раним? Раним, а твоя гордыня. Старец самого себя говорил, потерпи, говорит, не ситцево и не полиняешь. От замечаний. От замечаний, так сказать. И поэтому, прежде всего, внутренней духовной жизни, внутренней духовной покаянной жизни, это лекарство, лекарство и способ примирения между враждующими сторонами. Поэтому, братья и сестры, от всей души желаю вам, чтобы не ссорились, как Любовь Сергеевна уже третий год ни с кем не ругается. Чтобы, прежде всего, обращали внимание на самих себя и включали добрый помысл. И в голове почаще помешивали кашу, чтобы она не перегорала. И, так сказать, жили Богом, верой и церковью. Большое спасибо, батюшка. Очень интересная тема. И обиды, и покаяния. Примирение. Я думаю, что в следующей программе мы с вами эту тему разовьем. Она очень интересна. Спасибо вам. И вам здоровья. К сожалению, она постоянная. Спасибо вам за молитвы. Спасибо вам. До новых встреч. Я, Любовь Акельна, прощаюсь со всеми телезрителями, со всеми, кто смотрел сегодня нашу программу «Таинство церкви». Как всегда, жду вас каждую субботу в 13 часов по московскому времени и по нашему доброму обычаю. Желаю всем вам и вашим близким всего самого хорошего, доброго, благоденственного и спокойного жития. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok